В данном видео я расскажу вам о разумном вирусе «Потоп», показанном в сериале «Доктор Кто». Ты в порядке? Но перед началом не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте, чтобы не пропускать важные новости по каналу. Также, если вам интересна вселенная «Доктора Кто» и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Потоп – это разумный вирус. Чтобы осуществить свои планы, а именно захватить все существующие биологические формы жизни, содержащие воду, данным созданием необходимо принять физическую форму, то есть вселиться в подходящего носителя. Точная история «Потопа» неизвестна. В определенный момент времени он атаковал коренных обитателей планеты Марс, ледяных воинов. Расу гуманоидных рептилий, закованных в биомеханическую броню. Вирус поглотил многих местных жителей, пока его не удалось почти полностью уничтожить, запечатав последних представителей внутри огромной глыбы льда глубоко под землей на многие столетия. Произошло это в 9 веке по земному летоисчислению. В естественном состоянии вирус представляет собой воду, причем потоп способен контролировать свою жидкую форму, заставляя ее течь в неестественных направлениях и проникать в любое место. При контакте с другими живыми существами, в состав которых входит даже небольшое количество воды, происходит неизбежное заражение. Причем для этого достаточно всего одной капли. Сразу после этого вирус начинает распространяться по телу несчастной жертвы, вызывая сильнейшее сокращение всех мышц, сопровождаемые резкой болью. После заражения из глаз, ушей, рта, рук и других частей тела новоиспеченного носителя потопа, начинает обильно и постоянно сочиться вода. Жертва боли не дышит кислородом из воздуха, а использует для этих целей вырабатываемую жидкость. По своим биологическим особенностям зараженные отдаленно напоминают ходячие трупы, ведь пульс их становится крайне слабым из-за минимальной сердечной деятельности. Электрическая активность головного мозга значительно повышается и становится беспорядочной. Трансформированное существо может выводить из строя любую электронику, в том числе камеры и замки. Для этих целей используется вся та же вода, которая может как просто течь изо рта и рук, так и при необходимости выстреливать струей в нужном направлении, заражая противников. Каждая жертва потопа меняется внешне. Самой заметной особенностью является потрескавшаяся кожа на шее и нижней части лица, а также почерневшие зубы, полость рта и язык. Тело, благодаря измененным биологическим процессам, начинает непрерывно производить большое количество воды для описанных ранее целей. Энди, оставь его. У некоторых носителей глаза становятся светло-синего цвета, что говорит об окончательном превращении в существ, единственной целью которых является распространение заразы и подчинение более развитым представителям потопа. Если зараженная вода попала на живое существо, то вирус может проявиться не сразу, а в более удобный для него момент. Порядок. Она еще дышит. Она еще жива. Зараженные без труда выживают в окружающих условиях, непригодных для существования обычных людей, например, на поверхности Марса. Они очень активно, не испытывают усталости, сильны физически и могут догнать почти любого убегающего от них человека. Казалось бы, что против них хорошо работает электричество, но удар током лишь временно выводит их из строя, без вреда для самого потопа. Что точно может их уничтожить, так это очень высокая температура, например, от ядерного взрыва или при извержении вулкана. Потоп может координировать действия своих отдельных представителей, даже если они находятся на большом удалении друг от друга. Зараженные могут как спокойно общаться на языке своих носителей, так и молчать, рыча на окружающих. А еще они способны издавать ужасный пронзительный виск, который не только помогает представителям потопа получать команды, но и разрушать лед, камни и другие материалы. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Спасибо и помните, что людям пить несколько литров воды в день полезно. Это подтвердит любой инопланетянин, который хочет захватить Землю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!